SCP-370 – ключ класса объекта Китер. Предупреждение. SCP-370 – это чрезвычайно заразная миметрическая инфекция. Еще не было зафиксировано случаев заражения сотрудников при чтении данной статьи, но в качестве меры предосторожности этот документ разрешено читать только в контролируемом помещении с установленными механизмами уничтожения читающего при проявлении первых симптомов. Устное распространение любой информации о SCP-370 является основанием для немедленного уничтожения. Особые условия содержания. Сам SCP-370 вмурован в небольшой брус твердого свинца и хранится внутри прочного стального ящика с стенками полуметровой толщины и без возможности его открыть. Ни при каких условиях нельзя изымать объект из ящика или свинцового бруса. Если SCP-370 будет полностью или частично изъят, ослепленным сотрудникам будет поручено найти его с помощью металлоискателя, после чего будет использован электромагнит, чтобы переместить объект в небольшую форму, заполненную расплавленным свинцом. Как только свинец затвердеет, получившийся брус будет возвращен в стальной ящик, а ящик в хранилище содержания... Указанный ящик содержания в специально оборудованном хранилище в зоне засекречено. SCP-370 не требует какого-либо обслуживания. Все его исследования запрещены. Желание открыть хранилище, чтобы исследовать объекты или по любой иной причине является симптомом заражения SCP-370. Все сотрудники, выказывающие этот или любые другие симптомы, должны быть немедленно изолированы, и если симптомы будут проявляться и дальше уничтожены. Разрушимость SCP-370 не установлена. Не проводилось никаких исследований в этом направлении, будучи исследования запрещены из-за высокого риска заражения вовлеченного персонала. Во всех взаимодействиях с SCP-370 или с потенциально заразными данными об объекте предпочтительно использовать сотрудников класса D с сильными садистскими наклонностями или склонностью к насилию. С любой зоной фонда, выказывающей признаки инфекции SCP-370, должны быть прерваны все прямые контакты. Они должны быть восстановлены через один год после последнего случая заражения SCP-370. Все сотрудники, назначенные на SCP-370 и выказывающие внезапное улучшение общего состояния, должны быть изолированы, лишены сна. Если какой-либо сотрудник продолжит выказывать симптомы счастья, несмотря на эту меру, он должен быть уничтожен. Описание. SCP-370 – это ключ, материал, форма, размер и общий вид объекта неизвестен. Знание этих параметров является основным распространителем инфекции SCP-370. Поэтому все отчеты, которые могли содержать подобную информацию, были уничтожены без просмотра. На фотографии единственная незаражающая фотография SCP-370-C на финальной стадии. Болезнь, вызываемая SCP-370, имеет три различные набора симптомов, которые обозначены как SCP-370-A, B и C. Форма инфекции, проявляющаяся у зараженного субъекта, определяется, судя по всему, по их типу личности. SCP-370-A проявляется чаще всего у лиц, которых их окружение характеризует как эгоистов или трусов. Это наиболее распространенное проявление. Субъекты, страдающие от SCP-370-A, не выказывают симптомов заражения. Однако, эти лица совершат самоубийство сразу же, когда им представится шанс сделать это, с наименьшими страданиями. Например, жертвы SCP-370-A прыгали с высоты или стреляли себе в голову из огнестрельного оружия, но не резали вены и не вешались. В момент, когда сердце субъекта перестает биться, зараженное тело начинает ярко светиться и подвергаться неизвестной трансформации. Подобные знания о трансформации являются распространением инфекции, как и прямой зрительный контакт с испускаемым светом. После трансформации никогда не обнаруживалось никаких следов или частей тела субъекта. Большинство субъектов SCP-370-B обычно можно описать как альтруистов-экстравертов. Однако, аналогичное проявление SCP-370-B наблюдается и у людей с ярко выраженными садистскими наклонностями или склонностью к насилию. Зараженные SCP-370-B первоначально становятся очень спокойными. Эта стадия длится несколько секунд, после чего следует внезапное неспровоцированное нападение на ближайшего к зараженному человеку, которое выливается в серию убийств без разбора. Люди, убитые зараженным субъектом, начнут ярко светиться и подвергаться неизвестной трансформации, по-видимому, такой же, как и у самоубийц, или схожий с ней. Первоначально зараженный опасен не больше, чем обычный жестокий человек. Однако, после того, как он убьет примерно двух или трех человек, его тело начнет испускать желтый свет. По всей видимости, этот свет вызывает у жертв зараженного симпатический нервный отклик, мешающий им сопротивляться нападению. После приблизительно пяти или шести успешных убийств интенсивность света утраивается, а любой прямой кожный контакт с зараженным становится смертельным. Также с этого момента любой зрительный контакт с субъектом становится фактором заражения. Убив в среднем 12 человек, субъектом до заражения, проявляющим склонность к насилию, может потребоваться не менее 50 жертв для достижения этой стадии. Зараженный резко прекратит проявлять враждебность и войдет в заключительную стадию заражения. SCP-370-B Субъект поднимет руки к небу и слегка усиленным голосом прокричит «Засекречено!» «Забери меня домой!» Похоже, этот крик проходит сквозь звуконепроницаемые стены и наушники, при этом лишь немного приглушаясь. Гарантировано заражение всех людей, услышавших этот крик, за исключением случаев сенсорной глухоты. После крика вокруг зараженного формируется свечение в видимом спектре, а сам зараженный поднимается на пару метров над землей, после чего удалено и исчезает. Как и в случае с SCP-370-A, не было обнаружено никаких следов пропавших субъектов. SCP-370-C Проявляется у лиц с высоким уровнем интеллекта и аналитическим или созерцательным складом личности. И это самое опасное из трех проявлений. К сожалению, большинство исследовательского персонала фонда предрасположены именно к SCP-370-A. Сразу после заражения субъекты закрывают глаза и проводят в среднем 30 секунд в молчании. Если у них спросят, что они делают, зараженные ответят, что молятся. Все зараженные с этими симптомами должны быть немедленно уничтожены любым доступным способом. После этого субъекты будут вести себя как обычно, но с существенным возросшим чувством благополучия. Это состояние сохраняется даже если зараженных поставить в неприятные условия. Похоже, что субъекты владеют заражающим знанием об облике истинной природе SCP-370. Независимо от того, знали ли они что-нибудь подобное раньше, зараженные будут активно пытаться тайно распространить инфекцию SCP-370, особенно стараясь вызвать проявления SCP-370-A или SCP-370-C. Способы распространения чаще всего включают, но не ограничиваются следующим. Упоминание заражающей информации о SCP-370 в случае беседы. Попытки изъятия SCP-370 из содержания под видом исследовательских целей или устранения. Добавление носителей инфекции SCP-370 в примечания исследователей фонда или в другие документы, включая данную страницу. Попытки распространить заражающие материалы в большом масштабе. Примерно после 50 успешных заражений SCP-370-C входит в финальную стадию. Во время нее воздух вокруг зараженного излучает немного света в видимом спектре, формирует тусклое желтое свечение вокруг субъекта. Это свечение вызывает успокаивающий парасимпатический отклик у наблюдателей и имеет секречно-процентный шанс заразить смотрящего за каждую минуту зрительного контакта. Независимо от успешных заражений, в течение приблизительно дня после появления данного излучения, пылающий данный удаленный выжигает метки на любых поверхностях, которые хоснется и проходит сквозь них, не оставляя никаких следов зараженного лица. После этого события остается невидимый участок заражающего пространства, который инфицирует любого проходящего через него. Участки исчезают примерно через 7 дней, но в мерах предосторожности следует избегать их 2 полные недели. Стало известно, что инфекция SCP-370-C используется некоторыми сотрудниками, чтобы оправдать убийства и пытки других сотрудников фонда. Лица, ответственные за это, должны быть переведены в класс D. Однако из-за сильной угрозы со стороны SCP-370-C, вышеуказанные протоколы содержания не будут пересмотрены. Доктор засекречено. Приложение 370-А. Обстоятельства первоначального получения SCP-370 неизвестны. Объект был обнаружен в разваленных зонах Засекречено. Удаленные базы фонда в Восточном Засекречено. Оригиналы введенных протоколов содержания и стальной ящика SCP-370 были найдены в запечатанном хранилище вместе с трупом, который опознали как доктор засекречено. Открыто исповедовавшего сатанизм. И личным дневником доктора, который, как оказалось, является носителем инфекции SCP-370. Остальная часть зоны оказалась заброшена. Других мертвых тел не было обнаружено. Хотя следы борьбы были видны повсеместно. Другая информация, SCP-370 в хранилище данных зоны была стерта или уничтожена. Хотя было найдено несколько полезных примечаний о других найденных объектах. Особенно о SCP-370 засекречено. Во время процедур изъятия произошло несколько случаев заражения. Они были устранены с максимальной предосторожностью. Было решено, что инфицирование прекратилось. SCP-370 ненадолго был обозначен как безопасный. Однако в свете недавнего данной удалены восстановлено обозначение КИТЭР. А во всех зонах фонда была усилена антимиметрическая безопасность. Приложение 370-Б. Журнал доктора Секречна был успешно очищен от миметрической инфекции. Доступ к нему открыт для санкционированных сотрудников. Меры предосторожности, применяемые при чтении данной статьи, распространяются и на дневник. Инцидент 370-А. Личный дневник доктора Секречна. Дата данной отсутствует. 2009 год. Вчера вернулась команда Ричарда. Ну, то, что от нее осталось. Большинство было уничтожено какой-то миметрической инфекцией. Еще они принесли артефакт. Ключ или нечто в этом роде. Сороскопок. Что-то не так с Ричардом. Он потерял кучу агентов и должен был быть мрачнее тучи. Но он только улыбается. Тем временем работа с SCP Секречна зашла в тупик. Следующая серия испытаний будет включать ненужные данные удалены. Личный дневник доктора Секречна. Дата данной отсутствует. 2009 год. Ха, я был прав. Я знал, что есть что-то ненормальное в этих улыбках. Сегодня они выставили артефакт на всеобщее обозрение. Половина увидевших его начали нападать на всех в поле зрения. Пришлось их уничтожить. Выживших изолировали, а тела убитых сожгли. Артефакт был обозначен как SCP-370. На заметку. Я ненавижу зрительные миметрические опасности. Как мне изучить что-либо, на что я засекреченно даже не могу взглянуть? Личный дневник доктора Секречна. Дата данной отсутствует. 2009 год. Секречна. Он не зрительный. Он хуже. Возможно, худший мем, с которым мы сталкивались. Чтение записей об этой штуке, похоже, вызывает такие же эффекты, как и при взгляде на нее. Мне чертовски повезло, что я сам не заразился. Устная информация также вызывает заражение. В карантине теперь находится треть исследовательского персонала. По крайней мере, мы надеемся на это. Некоторые из них просто исчезли. Это сводит с ума. Вчера я провел ритуал сострадания. Стало немного лучше. Подробности ритуала удалены. Я не могу смотреть на Ричарда в таком состоянии. Он сам не свой. Теперь он весел до безумия. И он уже три раза пытался нарушить карантин. Зафиксировано несколько заражений от Крика. Полагаю, это были подробности о внешнем виде SCP-370. Засекречено. Я даже не знаю, какие сведения могут распространять эту штуку. Сегодня я лично уничтожил кучу документов. Даже не заглянув в них. А всех, кто был против этого, поместил в карантин. Доктор Казасекречено сказал, что я становлюсь параноиком. Поэтому я его поместил в карантин. Личный дневник доктора Засекречено. Дата. Данные отсутствуют. 2009 год. Отлично. Я раскрыл загадку с пропадающими сотрудниками. Некоторые зараженных совершают самоубийство, после чего исчезают в яркой вспышке. Меня зацепило самым краем вспышки. Боюсь, теперь я заражен. Я чувствую, как ключ вращается возле границ моего сознания. Думаю, если бы я захотел, я мог бы увидеть его. Тьфу. Я начал составлять процедуру содержания. Если только мы сможем удержать эту засекреченную штуку. Помогает мне отвлечься от, ну, этого. Существует три вида заражения. Убийцы, самоубийцы и счастливые. Убийцы и самоубийцы не стремятся специально распространять инфекцию. Но все смерти, вызванные 370-м, создают заражающий свет. Счастливые, похоже, умственно не затронуты. Но единственное их желание распространять инфекцию. Любыми способами. Они умны? Да. Они симулируют отсутствие заражения. Единственное, что их выдает, это счастье. Даже если пытались их... Даже если пытать их. Признаки боли станут проявляться. Но не будут их волновать. И не сделают их менее счастливыми. Хорошая новость. С помощью сотрудника класса D я поговорил с доктором Каза Секречна. Он сказал, чтобы я пошел из Секречна себя. Так что я выпустил его. Личный дневник доктора Секречна. Дата. Данные отсутствуют. 2009 год. Мы потеряли контроль над этой штукой. Ричард и команда все еще изолированы. Но улыбающиеся сотрудники свободно ходят по всей базе. Я ношу с собой пистолет и просто убиваю любого, выглядящего счастливым. Шансы на ошибку малы. Так как теперь большая часть наших сотрудников выглядит изможденной и печальной. Я повредил систему связи. Мы остановим это здесь. Похоже, инфекция во мне распространяется. Начал предпринимать сознательные усилия. Не думать об этом. Бога нет. Я бог. Личный дневник доктора Секречна. Данные отсутствуют. 2009 год. Бога нет. Карантин нарушен. Боюсь, что теперь во всей зоне только я и доктор Каз Секречна не заражены. Единственная причина, по которой он все еще здоров – долгое пребывание в карантинной камере. Начинают появляться знания. Я знаю кое-что. Мем удален. Не знаю. Как выглядит 370. Но я знаю. Мем удален. Врат нет. Я поклоняюсь только себе. Личный дневник доктора Секречна. Дата. Данные отсутствуют. 2009 год. Примечание. С этого момента почерк становится все более и более дрожащим. Некоторые части неразворчивы. Большие куски пришлось изъять из-за миметрического заражения. Сатана для меня был просто символом. Символом моих собственных неподвластных желаний. Символом свободы. Я изменил свое мнение. Я заложил мем удалено. Я провел другой ритуал. Не из книги, а тот, который просто явился мне. Пришлось использовать удалено доктора Каз Секречна. Сперва из-за этого было неприятное ощущение. Но это все ради фонда. У меня есть план. Мем удален. Пока всезараженные мем удален. Должно создать для меня проход. Чтобы вступить в контакт мем удалену. Если мне удастся физически замуровать ключ. И в расплавленном свинце. Оставшимся от моего эксперимента с SCP. Засекречено. Тогда мем удален до тех пор. Пока остальной фонд не найдет нас. Пожалуй, я заодно засуну его в большой. Засекречено стальной ящик. Просто на всякий случай. Личный дневник доктора Засекречена. Дата данной отсутствует. 2009 год. Примечание. Заключительная часть написана кровью. И начинается с описания сложного и отвратительного ритуала. Включающего, помимо прочего, использование 80% крови заклинателя. Цели ритуала неизвестны. Все попытки воспроизвести его провалились, поскольку исполнители умирали от потери крови до завершения процедуры. Подробности ритуала удалены. Именем врага рода человеческого я накладываю печать на врата. Мем удален. Возвращайтесь к престолам своим. Мем удален. Личный дневник доктора Засекречена. Дата данной отсутствует. 2009 год. Примечание. Снова написано кровью. Предположительно, доктор Засекречена. Что я сотворил? Моя память в тумане. Что неудивительно, учитывая, что я делал со своим разумом в последние несколько дней. Похоже, процедура содержания удалась, поскольку я нахожусь в запечатанном помещении с 370 и этой книгой. Отлично. Эффекты ритуала начинают спадать. Чувствую себя одурманенным. Мысли исчезают. Что я сотворил? Было ли это абсолютным эгоизмом? Или абсолютная жертва? Или просто абсолютная низость и озлобленность? Я должен извиниться перед Ричард. Конец дневника.